Думаю, каждый из нас может подтвердить, что в какой-то момент нашей жизни, или даже сейчас, мы ощущали поражение, отчаяние и уныние. Я совершил такой грех, что Бог не может простить меня. Для меня слишком поздно. Я наломал дропы, для меня уже слишком поздно. Слишком поздно, чтобы восстановить эти взаимоотношения, или слишком поздно, чтобы попросить прощения, или слишком поздно, чтобы простить кого-то. Или слишком поздно, чтобы Бог использовал меня для того, дабы изменить этот мир, слишком поздно, чтобы достичь чего-то великого для Бога. Для меня уже слишком поздно. Знаете, одним из лучших примеров Писания являются два человека, которые оба согрешили, а согрешили они с разрывом в три дня, чьи грехи являются равноценными в глазах Бога. Один восстановился, и Бог чудесным образом использовал его, а другой покончил с жизнью. В чем разница? Один верил, что для Бога нет такой вещи, как слишком поздно, что он всегда может получить прощение и быть восстановлен, дабы Бог использовал его. Другой горько плакал, а потом пошел и покончил с собой. Я имею в виду, конечно же, Петра и Иуду Искариот. Они оба отреклись от Иисуса. Они оба предали своего друга и Спасителя Иисуса. Они оба согрешили против Бога. Но грех Иуда привел к тому, что он сказал, «Для меня слишком поздно». Хотя его грех не был больше греха Петра, когда тот отрекся от Господа. Разница была в том, что Иуда считал, что для него уже слишком поздно, и поэтому покончил с жизнью. Петр же верил в силу Божьего прощения, благодати и восстановления. Бог специализируется на том, чтобы использовать в своих делах раскаившихся грешников. А вот почему в своем первом послании Петр концентрируется на слове «надежда». Мы видим это повсюду. Надежда — надежда. Возлюбленная, мы поклоняемся Богу надежды. Вот почему Петр говорит в 1 главе 3 и 4 стихе, что наша надежда или упование укоренено в самом кресте, а его воскресение гарантирует нам наследие. В 1 послании Петра 1 главе 13 стихе, а также 14, он говорит, что наша надежда невременная и неусловная. Она развивается изо дня в день. Он говорит, что наша надежда так же верна, как сам Христос. И далее он говорит, что цель нашей надежды является величайшим свидетельством миру. На самом деле это лучшая защита Евангелия. Сегодня я начинаю новый цикл проповедей по 2 посланию Петра. Я назвал его «Никогда не поздно». Но то есть причина, и вы увидите ее. Я просто решил сказать вам об этом. Когда я взглянул на это место свежим взглядом, то убедился в том, что оно написано для наших дней. Друзья, вы знаете, что сегодня развлечение среди прихожан — это редкость. Его так не хватает, что иногда хочется опустить руки. Унылость и апатия прихожан, отказывающихся встать и заступиться за истину, может приводить нас в отчаяние. Они говорят «Уже слишком поздно». Мы не можем ничего поделать с этим. И это проникает в наше общество, в наши церкви. Божий народ должен подняться, встать за истину Евангелия. Возможно, вы заметили, что я использую одно греческое слово, а не английское, и на то есть свои причины. Многие упускают его. Но для Петра это было важное слово. Петр говорит «Я не стыжусь назвать Иисуса своим другом». Он говорит «Я не стыжусь говорить о том, что я последователь Иисуса». Он не стыдится называть себя главным апостолом, главным учеником Иисуса. Нет, я не стыжусь называться «дулос» Иисуса. Вы можете сказать это слово вместе со мной. «Дулос» Иисуса. Он намеренно выбрал это слово. Возможно, он знал о Дулосе, который работал в Доме первосвященника. Это слуга, перед которым он трижды отрекся от Иисуса. «Дулос» Иисуса. «Я слуга, раб Иисуса». Петр, который когда-то отрекся от своего спасителя, Господа и друга Иисуса, перед рабыней, говорит так. «Теперь я горжусь называть себя рабом Иисуса». Почему это так важно? Почему я говорю об этом? Послушайте, вот что. «Дулос» означает, это не просто титул, «дулос» Иисуса, означает, что Иисус полностью владеет и управляет мной. Он обладает мной. Я в полном распоряжении Иисуса. «Я повинуюсь Иисусу без сомнения. И несмотря на то, чем я зарабатываю на хлеб, я служу Иисусу». Кроме того, он сказал, «Я посланник». «Я не пришел сам». «Я не пришел потому, что думаю, это хорошо». «Я не пришел потому, что это хорошая работа». «Я послан». «Я апостол». «Я посланник». «Возлюбленный» — это очень важно. Это важно для всех лидеров. Лидерство — это когда мы служим планам Иисуса, а не своим. Ни церкви, ни динаминации, лидерство. Это когда мы служим плану Иисуса, а не своим. Лидерство в служении. Это когда мы ставим слава Иисуса выше слов людей. Сам Петр не всегда понимал это. До того, как стать Петром, он вел себя как Симон. Отношение Симона отличалось от отношения Петра. Вот вам факт. Послушайте меня внимательно. Когда вы приходите к Иисусу Христу и исповедуете свои грехи, принимаете Его прощение, жизнь вечную и спасение, то в этот момент старый вы и новый вы, как говорится в послании к Галатам, вступают в состояние войны. Дух воюет с плотью, а плоть с Духом. Вот какова стратегия Духа Святого, который говорит через Петра в этих посланиях в Писании целиком. Мы ясно видим ее здесь. Вот эта стратегия. Она простая, и вы поймете ее. Лучшая защита — это что? Безусловно, нападение. Петр понимает, что это последняя слава, которую он напишет верующим. И он говорит им, чтобы они не впали в обман, не впали в этот обман. Он желает объяснить, что они имеют силу Божию через Духа Божьего. И в этом нет сомнений. Когда они приняли Христа, то получили все. Они имеют силу, чтобы атаковать. Это Божий дар им. Как лев, он пытается защитить всех нас, следующих за ним. Как? Он говорит, что Христос не только дал нам спасение и жизнь вечную, но также дал нам свою праведность, свою, а не нашу. Библия говорит, что наша праведность для Бога как грязные одежды. И вот почему никто не может сказать, «О, для меня уже слишком поздно». Не имеет значения. Молоды вы или стары? Никто не может сказать, «О, для меня уже слишком поздно». Христос дал нам благодать и мир. Зачем Он сделал это? Чтобы преображать нас каждый день в подобие Иисуса Христа. Когда мы видим, что Его божественная сила дала нам все, дала нам все для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славы и благости, что происходило в вашей жизни на этой неделе, в этом месяце, в квартале, в этом году, выбирайте сами, что происходило в вашей жизни такого, что не могло бы произойти, если бы не было Духа Святого. Пожалуйста, ответьте себе на этот вопрос. Давайте я перефразирую его. Как вы использовали ту божественную силу, которую приняли? Это важно. Когда вы пришли ко Христу и приняли эту божественную силу, это неоспоримо. Посмотрите еще раз на этот стих. Я прочитаю вам другой перевод, в котором сказано так. «Его божественная сила дала нам все, абсолютно все необходимое для жизни». Иногда я слышу, как люди в молитве говорят, «Боже, дай нам больше силы». Я хочу, чтобы мы остановились на минутку. Он уже дал нам всю необходимую силу. Вопрос не в том, что Он не дал нам силу, а в том, что мы не применяем ту силу, которую Он нам дал. Четвертый стих говорит нам, как применить эту силу. Я знаю, что есть люди, которые думают, что Бог дает свою благодать и силу каплями. Это скупой Бог, который сначала дает немного. Затем вы просите еще, и Он дает еще чуть больше, но нет, и тысячи раз нет. Слово Божие говорит, что Он дал нам все. Это означает, что это не просто дорогие вещи, а бесценные. Это драгоценные вещи. Но здесь также сказано, что Он дает щедро. И вот почему тот, кто говорит, «О, для меня слишком поздно оскорбляет обетование Божие». Они оскорбляют Слово Божие, а также и дары Божие. Опять же, слово «драгоценный» – это одно из любимых слов апостола Петра. В первом послании это было слово «надежда», а во втором это слово «драгоценный». Он говорит нам о драгоценной крови Иисуса. Он говорит о драгоценной вере, которую Иисус дал нам. Он говорит о драгоценных обетованиях в Иисусе. Наверное, Петр вспоминал время, когда Иисус сказал, «Лучше, чтобы я пошел к Отцу, ведь когда я пойду к Отцу, то пошлю вам Духа Святого». И в день Пятидесятницы Точно по расписанию Бог излил Духа Святого, который теперь живет верующим. Мы сопричастники Божественной природы Христа. Дух Святой пришел в нас, и когда мы принимаем эти обетования, то понимаем, что теперь становимся сопричастниками Божественной природы Христа через Духа Святого, который живет в нас. Вопрос в том, когда вы в последний раз применяли благословение и силу, которые дал вам Бог. Третий и четвертый стих. Посмотрите на них еще раз. А вот вам современный период. Надеюсь, он поможет. Это первая половина третьей главы. Пожалуйста, поймите Божественную силу, которая дана вам. Павел говорит так в послании к Ефесиным, третьей главе, двадцатом стихе, о тому, кто может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем. А вот и оно. Вот оно. Вы готовы? Действующую в нас силою. Ответьте, где она действует? Конечно же, в нас. Она уже внутри нас. Бог дал верующему свою духовную силу. В этом нет сомнений. В этом нет никаких сомнений. Об этом много раз говорится в Писании. когда кто-то говорит, но я не живу в этой силе, я скажу почему. Мы решаем отделиться от силы Божьей, но как мы это делаем? Постоянно живя во грехе и оправдывая этот грех. Мы не отделяем себя от Христа, потому что ничто не может отделить нас от любви Божьей. Но мы отделяем себя от этой силы. Вместо того, чтобы использовать ее, мы отделяем себя от нее. Некоторые люди не могут использовать силу Божию потому, что намеренно не повинуются Слову Божьему. Это никак не связано с тем фактом, что Бог дал вам ее. Но все это не отменяет того факта, что Он дал нам ее. Слово «даровано» говорит о том, что Он дал ее нам. Оно стоит в прошедшем времени. Что это означает? Это значит, что Он дал нам ее в прошлом, когда мы пришли ко Христу, пришли поверить и получили прощение и жизнь вечную. но продолжающиеся последствия этого дара продолжают работать из-за дня в день, пока мы не попадем на небеса. Божьи дары неизменны. Божий дар спасения неизменен. Божий дар оправдания верой неизменен. Божий дар примирения также неизменен. Божий дар искупления неизменен. Божий дар благодати неизменен. Но верующий, который постоянно живет в поражении, поступает так. Как именно? Вместо того, чтобы научиться применять силу, данную ему, он думает, «Мне нужен новый опыт». Вы наверняка видели таких людей. «Мне нужно подняться на духовную вершину. Мне нужно личное откровение». Или «Мне нужна более глубокая». жизнь. Или «Мне нужно попасть в место, где поднимутся мои эмоции». Это поможет мне. Прежде чем вы отправитесь искать все это, что бы то ни было, встаньте на колени перед обетованиями Божьими. Встаньте на колени перед обетованиями нашего Творца. Начните применять то, что у вас уже есть. начнете выписывать чеки на этот счет. Начните использовать то благословение, что он уже дал. Послушайте внимательно. Вот почему мы, как верующие, должны ощущать вечную безопасность и вечный покой. верующего. Кстати, на следующей неделе я буду говорить о вечной безопасности верующего. Я надеюсь, что вы не просто придете, а приведете кого-то, кто должен услышать это. Вечная безопасность верующего – это важная тема, потому что именно это заставляет нас жить, ходить и быть детьми, а не рабами. Бог не только дал нам свою божественную силу, но и дал нам свои божественные обетования. Мы видели, что все касается всего. Все божественные обетования ваши. Он даровал нам или одарил нас, или вручил нам все драгоценные и удивительные обетования. Господь дал нам все эти удивительные благословения и обетования, чтобы мы сделались причастниками божественной природы. Иисус сошел, чтобы забрать нас. Иисус принял нашу человеческую природу, чтобы передать нам свою божественную природу. Иисус умер, чтобы мы жили вовеки. Петр боролся с ложными учениями, учениями еретиков, которые проникали в церковь. мы видим это во многих традиционных церквях и даже в некоторых евангельских церквях сегодня. Потому что восточный мистицизм проник в современную христианскую церковь, поставив ударение на достижение трансцендентного знания. Петр говорит, что когда вы рождаетесь свыше, у вас уже все есть. Поэтому живите соответственно своему статусу и тому откровению, которое вы получили, а самое главное приняли от Господа. У вас есть все необходимое для жизни и благочестия. Я хочу повторять эту мысль снова и снова, потому что на ней зиждется наше спасение. Дорогой друг, когда к тебе придет отчаяние, когда к тебе придет умение, когда ты скажешь «уже слишком поздно». Для меня слишком поздно. Вот тогда вспомни драгоценное обетование, драгоценное обещание нашего Господа, потому что в притчах 13 главе, в 12 стихе говорится «Надежда, долго не сбывающееся томит сердце, а исполнившееся желание, оно как дерево жизни, чтобы жить победоносной христианской жизнью, чтобы достигать великих вещей для Бога в своей жизни, чтобы иметь победу над тем, что атакует вас, чтобы побеждать всякие искушения». Вы должны знать, что не только получили веру от Бога, но и праведность Иисуса Христа. Ведь Иисус дал нам все потребное для жизни и благочестия. Возможно, здесь есть человек, который никогда не отдавал свою жизнь Иисусу, не отдал свою жизнь Иисусу Христу за все эти годы. И вы не понимаете, о чем я говорю. Что это за победу такая? Я живу в отчаянии. Сегодня вы можете отдать Ему свою жизнь и сказать, «Господь Иисус Христос, ты умер на кресте за меня, чтобы спасти меня. Я прошу тебя, прости мои грехи, убери чувство вины и стыда, и я обещаю вам, Он придет к вам». Провозглашаю бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. КОНЕЦ